САКСОФОН В игре на саксофоне нет мелочей, важно буквально все. Положение мунштука, способ звукоизвлечения, дыхание. Именно эти нюансы проработал с Олегом Леонид Друтин в первую очередь. Обратите внимание, позицию губ сейчас и позицию подбородка какая-то. Она должна сохраниться точно такая же при игре на саксофоне. А когда он начинает играть, он перенапрягает весь свой аппарат. Затем перешли к разбору техники игры. В свои 9 лет Олег Утешев уже обладатель звания лауреата различных российских и международных конкурсов. Перед мастер-классом он очень волновался, но, как оказалось, совершенно напрасно. Было интересно и познавательно. Мальчик многое узнал. Амбушюр. Как его правильно держать надо. И еще я извлек, что надо играть медленно пока. Поддержать юного музыканта приехали мама и преподаватель Олега Ольга Соколова, которая считает, что такие мастер-классы важны не только для учеников, но и для самих учителей. Всегда интересно услышать способы работы над произведением. Потому что, да, безусловно, есть свои какие-то собственные, есть какие-то находишь, но все равно каждый человек уникален и ищет свои пути. И когда педагог-мастер с нами делится такими наработками своими, да, как это можно проработать, то это бесценно, потому что мы, конечно, тоже будем это применять. Что касается самого маэстро, Леонид Друтин уже дважды приезжал в Виднувскую Дыши, чтобы поделиться своим опытом и умением с юными дарованиями. Он считает, что подобные мастер-классы просто необходимы талантливым ребятам. В первую очередь это общение. Общение с родителями, с учениками. Я и мои коллеги, мы делимся своим опытом, стараемся найти здесь талантливых деток для того, чтобы в дальнейшем им помочь развиться. Мастер-классы в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» проходят во многих городах нашей страны с 2013 года. В стенах Видновской детской школы искусств маститые музыканты, лауреаты российских и международных конкурсов делятся секретами мастерства с ребятами с февраля 2018 года.